МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Жизнь после катастрофы. В Хониксском районе обсудили концепцию новой союзной чернобыльской программы. Интересные, оперативные и достоверные. Лучшие средства массовой информации журналистов области наградили в Гомеле. Вера во спасение. О месте религии в жизни людей и развитии страны. Наше актуальное интервью. Полесская Зорочка. Ансамбль народного и эстрадного танца и песни отметил 30-летие творческой деятельности. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Гомельская область вновь стала местом встречи представителей Беларуси и России. В Хониксском районе прошло заседание комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Депутаты Национального собрания Республики Беларусь и Государственной Думы Российской Федерации обсудили концепцию новой союзной чернобыльской программы. Что сдерживает принятие этого документа и какие направления, по мнению белорусской стороны, являются наиболее важными, знают наши корреспонденты. Ученые говорят, что величественная и славная история Хониксского района начинается с каменного века и насчитывает более 10 тысячелетий. Официальный возраст самих Хоников скромнее. Немногим более 500 лет. За это время здесь успело произойти немало событий. Хотя для нынешних поколений самая трагическая авария на Чернобыльской АЭС. Своё существование прекратила половина деревень, эвакуировано почти 25 тысяч человек. Тем более значительными можно считать меры по реабилитации этой территории. Для депутатов из Российской Федерации это пример того, что должно делать государство, чтобы защитить своих граждан. Мне в целом это интересно, потому что мы граничим с Дрянщиной у нас Новозыпский район, Злынковский район. То есть они тоже получили свою долю радиации. Там есть земли, которые были посыпаны и которые требуют тоже ухода, определенного подхода в земледелии для того, чтобы выращивать экологичную продукцию, которая может употребляться человеком. Комплексно здесь у вас, в Беларуси, эти проблемы решены. Я понимаю, что это не дешевое удовольствие вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались и жили здесь. Один из примеров реабилитации пострадавшей территории – Полесский производственный участок акционерного общества «Мелковита». Незадолго до Чернобыльской аварии предприятие должно было выйти на проектную мощность. Однако уже через несколько месяцев было вынуждено бороться за выживание. Уже в том же 86-м практически прекратило работу. Во время посещения участка об этом тоже рассказывают членам комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии. Однако главный упор на нынешнюю ситуацию и возможные положительные перспективы. Мы 80% экспортируемые предприятия, поэтому, конечно же, весь уплыв направлен на дальние зарубежи, не только внутри, но и на дальние зарубежи. Ну и вся продукция проходит очень жесткий мониторинг, начиная с входного контроля, на стадии технологического процесса, ну и, конечно, готовые продукции. Посещение Полесского государственного радиационно-экологического заповедника еще никого не оставляло равнодушным. И не только потому, что на некоторых участках уровень радиационного загрязнения превышает все мыслимые пределы. Сегодня это еще и площадка для проведения научных исследований. От изучения влияния радиации на рыб, птиц и диких животных до определения особенностей обитания краснокнижных видов. Последнее время у работников заповедника появилась еще одна задача. С этого года научная станция Масаны входит в реестр метеостанций Беларуси. И мы совместно, скажем, формируем общую картину изменения климатических показателей. Судя по реакции членов Комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварии, увиденное в Хоникском районе их явно впечатлило. В том, что заниматься реабилитацией пострадавших территорий сегодня необходимо, нет сомнений ни у депутатов Национального собрания, ни у их коллег из Государственной думы. Основной проблемный вопрос – объемы финансирования. В связи с большим количеством союзных программ первоначально планируемые средства на Чернобыльскую программу уже уменьшены вдвое. Позиция белорусской стороны даже в таких условиях ограничиваться полумерами нельзя. Оставить, например, одно направление как упреждение или мероприятие, связанное с пожарной безопасностью, и не обсуждать вопрос здоровья, вопрос создания безопасных условий проживания и работы, наверное, будет неправильно. Последние цифры согласованы в Российском министерстве финансов. На реализацию мероприятий в рамках новой союзной чернобыльской программы Москва выделяет около 600 миллионов российских рублей, Минск – около 300. Какие мероприятия останутся за рамками документа, пока не ясно. Процесс согласования продолжается. Мы настаиваем на возвращении медицины. Это лечение. Это вот все, что связано с обеспечением состояния здоровья людей и поддержать наши центры, которые вообще были созданы в рамках союзных программ и существовали. А что касается оздоровления, мы предлагаем выделить в отдельные мероприятия. И мы, собственно говоря, как бы с этим согласились и на этом не настаиваем в новой программе. Олег Сентюров, Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. На этой неделе в Гомельском госполкоме обсудили вопросы делового и экономического сотрудничества с российским Новосибирском. Наш областной центр стал третьим городом Беларуси после Минска и Могилёва, которые посетили потенциальные партнёры. Цель визита в нашу страну – участие в Белорусском промышленном форуме. Кроме презентации собственного потенциала, россияне намерены найти новых партнёров в различных сферах. При этом речь идёт как о прямых поставках продукции, так и о создании совместных предприятий. Непосредственно в Гомеле представители Новосибирска посетили предприятие «Гомсельмаш», где ознакомились с образцами производимой продукции. Под охраной милиции в Гомельской области находится более 36 тысяч объектов. Такую цифру озвучили во время торжественного открытия нового здания Рогачёвского отдела департамента охраны. Создание надлежащих условий для сотрудников – одна из главных задач для любой администрации. И департамент охраны в этом плане не исключение. Тем более, что работа у милиционеров лёгкой никогда не была. С начала года по сигналу тревоги наряды выезжали свыше 25 тысяч раз. В новом здании Рогачёвского отдела департамента охраны сделали площадки для строевой подготовки и спортивных занятий, а также полосу препятствий для тренировки собак. Первым секретарём Центрального комитета Белорусского Республиканского союза молодёжи стал Дмитрий Воронюк. Его выбрал пленум ЦК, который прошёл в рамках 43-го съезда БРСМ. Новый секретарь подчеркнул главную цель, которую ставит перед собой. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый молодой человек хотел присоединиться к этому движению, чтобы все знали, что БРСМ – это то место, где помогут и где можно себя реализовать. Напомним, от нашего региона на съезд в Минск отправилось 120 делегатов. Всего в объединении Белорусского Республиканского союза молодёжи свыше 80 тысяч молодых жителей Гомельской области. Гомель впервые за 11 лет возобновил регулярные авиасообщения с Москвой – перевозчик авиакомпания «Сибирь». Она входит в холдинг S7 Airlines. Это второй по масштабам игрок на российском рынке пассажирских авиаперевозок. Рейсы будут осуществлять три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Примерная стоимость билета в обе стороны – 100 долларов. Лайнер Эмбраер рассчитан на 78 пассажиров. Авиасообщение между Гомелем и Москвой пока запланировано до 27 октября. Если самолёты не будут пустовать, полёты продолжатся и дальше. Кроме Москвы, регулярные перевозки из аэропорта Гомель в этом году будут осуществлять в Калининград. Рейс открывается 4 июня. В Жлобинском районе на мемориале детям-жертвам Великой Отечественной войны прошёл масштабный митинг «Реквием». Он собрал вместе людей разных поколений и национальностей. Участие принимали представители местной власти и областного управления образования – миротворцы, ветераны, жители района, а также школьники, среди которых и представители делегаций из Брянской области. Накануне они приехали на фестиваль «Родник славянской дружбы». Митинг «Реквием» посвятили Международному дню защиты детей. Стали известны лучшие журналисты, фотокорреспонденты и редакции средств массовой информации Гомельской области. Итоги ежегодного регионального соревнования среди печатных и аудиовизуальных СМИ подвели на этой неделе. Чествование лауреатов и победителей прошло в областном общественно-культурном центре Гомеля. Свои заслуженные награды получили и мои коллеги – журналисты телерадиокомпании «Гомель». Все подробности в нашем следующем материале. Ее утро начинается с чашечки кофе и приветствия всех слушателей радио «Гомель плюс». Впереди насыщенный рабочий день, а сейчас самые интересные новости Гомеля и области. Доброе утро, дорогие друзья! В 8 часов 12 минут на часах студия Анастасия Кучинская, Татьяна Ушакова, Константин Камко. Всем здравствуйте! Доброе утро всем, кто слушает радио «Гомель плюс». Доброе утро и хорошие новости, и всякие новости тоже у нас есть для вас. Знакомьтесь, Анастасия Кучинская, заведующая отделом информационных радиопрограмм телерадиокомпании «Гомель». Лучший журналист в Гомельской области и в аудиовизуальных СМИ по итогам 2017 года. Церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса СМИ прошла в Гомельском областном общественно-культурном центре. В числе первых на сцену за дипломами и премиями поднялись представители телерадиокомпании «Гомель». Автор программы «Земля наша» Дмитрий Котов удостоен серебра в номинации лучший журналист организации радио и телевидения. При вручении заслуженных наград ведущие отметили, что любовь Дмитрия к родному краю ощущается в каждом его слове, каждой фразе сказанных с телеэкрана. Победительницы же в этой номинации объявили Анастасию Кучинскую. Ее новости всегда актуальны, достоверны и объективны. Лучшая организация телевидения и радио признана «Правда радио». Лучший фотокорреспондент Александр Солодков из Мозорской газеты «Жизнь Полесья». Лучший журналист среди печатных СМИ. Корреспондент газеты «Гомельская правда» Роман Старовойта «Лучшая газета региона. Свободное слово из Рогачевского района». Немало наград было вручено и вне конкурса. Комиссии по подведению итогов соревнования СМИ было принято решение определить региональную редакцию, которая лучше всего работает в сети интернет. Тут не оказалось равных «Гомельской правде». А тем временем осваивать социальные сети и мессенджеры всем средствам массовой информации, как печатным, так и аудиовизуальным, советует первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Легкий. Из социальных сетей вытащить обратно в средства массовой информации человекопрактически невозможно становится. Но потеря аудитории для СМИ – это проблема, с которой надо работать. Может быть, не только за счет традиционных каких-то способов, методов, но надо искать новые, не шаблонные подходы. И, на мой взгляд, самое важное сегодня – это учить людей, учить кадры. Учить кадры, работать в современных реалиях, учить медиамаркетингу, учить современному медиаменеджменту. Благодарность Министерству информации за активную и плодотворную работу в развитии региональных СМИ удостоена начальник главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского обесполкома Ирина Довгала. И еще одна награда нашла своего героя. За многолетний труд и личный вклад в развитие белорусской журналистики, почетное звание «Заслуженный журналист» присвоено ветерану телерадио компании «Гомель» Людмиле Чернецкой. Хочется сказать о коллеге, что вообще журналисты – это на самом деле очень безумные люди, которые готовы работать без праздников, без выходных, без сна, без еды, если понадобится. Они всегда залазят выше всех, проходят дальше всех. И вот все журналисты, которые здесь были, все коллеги, они, безусловно, относятся к этим людям. И очень приятно быть в такой компании. Итоги за 2017 год подведены. Впереди соревнования за звание лучшего в этом году. Показать себя еще есть время. За работу. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Вот уже не первый год, 31 мая, огромное количество православных верующих из разных уголков Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, приезжают в Добружский район. Чтобы принять участие в праздничном богослужении в честь святого праведного Иоанна Кармянского. В этот день, 20 лет назад, он был причислен к лику местночтимых белорусских святых. А на недавнем архиерейском соборе Русской Православной Церкви было принято решение о его общецерковном прославлении. О том, почему к нетленным мощам скромного сельского священника приезжают сотни паломников, в актуальном интервью нам рассказал патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка Павел, сегодня мы отмечаем 20-летие со дня канонизации святого праведного Иоанна Кармянского. А насколько он известен за пределами Беларуси и о чем его просят молящиеся? Скажу, что он действительно был прославлен как местночтимый святой. У нас такая существует практика, поскольку он подвязался в такой, знаете, сельской местности, его не знают где-то за пределами, не знали в то время за пределами области. И существует такая практика, как местночтимый. А потом, когда люди стали узнавать об этом святом, когда люди стали приезжать, просить о чем-то его, и эти просьбы исполнялись, то, естественно, знаете, как сарафанное радио расходилось по свету. И говорили, слушайте, были у Иоанна Кармянского в монастыре, были в корме, помолились, вы знаете, были такие проблемы, помолились, все изменилось. Вы знаете, кто-то болен был, помолился, исцелился, вы знаете, по молитвам праведного, я исцелился, слушай, съезди. Вот такая существует у нас практика, она всегда была такая практика. Люди стали посещать, люди стали обращаться к нему в молитву, стали приезжать не только из Гомеля, и из Минска, из других городов Беларуси, а потом эта молва стала расходиться, и стали приезжать и из России, и из Украины стали приезжать. Просят, молятся и получают просимое. Ну, как об этом не поделиться с друзьями, как об этой радости не поговорить, правда? Приезжали из России, из Украины, ну и вот как сегодня из Казахстана приехали архипастыри, сегодня знают об этом святом. Насколько я вижу, сейчас среди прихожан стало очень много молодежи и детей. С чем это связано? Все-таки что-то меняется в сознании людей, или это просветительская работа священнослужителей? Познание Бога происходит от слышания. Вот. Поэтому проповедь нужна, люди должны об этом узнать. Узнают люди, тогда люди будут и свою жизнь сопоставлять с этим. Поэтому здесь и просветительская работа, и евангелизация нашего общества людей. И личный опыт, личный опыт. Вы знаете, если я даже буду слышать о ком-то и о чем-то, но сам не буду предлагать к этому своих усилий, сам не буду уподобляться этой чистоте и праведности, то ничего не получится. Поэтому здесь должно быть и проповедь со стороны Церкви, со стороны священников. Благодать Святого Духа, конечно, подается обильно, Господь действует во все времена одинаково на всех людей. Мы не всегда его воспринимаем. Вот беда. Понимаете? Поэтому надо очистить свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты, быть и жить в праведности, в чистоте и святости. Вот тогда все будет здорово. Владыка, сегодняшнее празднование в корме напрямую связано с Годом Малой Родины, который объявлен указом президента. Скажите, насколько важна роль Православной Церкви в поддержке государственной политики? Сегодня забота и о Малой Родине чрезвычайно важна. Каждый должен подумать, где я родился и что я сделал для своей Малой Родины. Вот если подумаем, то, наверное, знаете, что-то найдем, что я еще не сделал. Поэтому, если что-то я не сделал, вот сегодня надо подумать о своей Малой Родине и внести какую-то маленькую лепту. Но потом это будет самому даже приятно. Я очень часто вспоминаю, как я после девятого класса работал на каникулах, знаете, там два месяца было, между девятым и десятым классом. Я в прошлом году был в Казахстане, в Караганде. И я посмотрел, я говорю, слушайте, на центральном авеню или центральном проспекте. Я говорю, слушайте, еще мои бордюры лежат. Я мальчишкой там делал, 40 лет прошло, да? Никто не знает, что я их делал. А у меня, естественно, сердце, на душе я делал. 40 лет прошло, мои бордюры еще там лежат, да? Вот я думаю, что вот это чрезвычайно важно. Когда мы говорим сегодня о Малой Родине, то каждый должен подумать, что я привнес для развития своей Малой Родины. Насколько я знаю, вы связаны с телевидением и раньше занимались подготовкой передач. Скажите, как вы сами относитесь к нему? По слову апостола Павла, все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот этот принцип, который провозгласил апостол Павел, он должен быть принципом нашей жизни. Все мне позволительно, но все ли будет на пользу? Я должен сделать для себя сам вывод. И поэтому даже телевизор иногда бывает полезным, если я смотрю какие-то душеполезные передачи, если, допустим, человек административный или занят какой-то политической деятельностью, смотрит какие-то политические передачи. Но даже сегодня смотреть какие-то новости надо все равно разумно. Сегодня появились такие передачи, которые уже получили новые названия, фейковые новости. Печально все. Знаете, идет вот такая подмена духовным нормальным праведным ценностям и фальсификация. Понимаете? И поэтому вот это все нивелирует нормальный образ жизни. Почему-то ложь сегодня ставится как достойный образ жизни. А ложь, она все равно ложью остается. Вы не достигнете никаких благих целей, если вы будете обманывать людей. Ложь, она всегда была ложью. Так что я вас благодарю за то, что вы ведете такую хорошую передачу. Людям рассказывайте о добрым, о вечном, о святом. И будем надеяться, что вы будете в будущем нести людям только благое, вечное и святое. Бог вам в помощи. А теперь к новостям культуры. Уходящая неделя была богата на концертные выступления. Во дворце Румянцевых и Паскевичей звучали лирические проникновенные русские романсы. В сопровождении виртуозных фортепианных партий Татьяны Старченко выступила солистка Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь Наталья Акинина. А на сцене Мозырьского городского дворца культуры состоялся юбилейный праздничный концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности детско-юношеского ансамбля, народного эстрадного танца и песни «Полеская зорышка». Обо всем самым интересном из мира культуры региона расскажет наш обозреватель Вероника Ворошилина. Гомельский дворцово-парковый ансамбль стремится постоянно удивлять своих гостей оригинальными выставочными проектами, интерактивными познавательными мероприятиями и яркими концертными выступлениями. На уходящей неделе здесь не только звучали мелодичные русские романсы, но также у посетителей появилась уникальная возможность познакомиться с творческим наследием наших талантливых земляков. В центральной части дворца Румянцевых и Паскевича открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения известного гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Здесь разместились документальные современные фотоснимки сооружений, которые он никогда проектировал. К сожалению, нам известны не все авторские работы этого выдающегося зодчего. Часть их была уничтожена в годы Великой Отечественной войны или не восстановлена после ее окончания. Но и то, что сохранилось до сих пор, украшает город над Сожем и во многом определяет его архитектурный облик. А в башне дворца Румянцевых и Паскевичей сейчас можно увидеть выставку живописи, посвященную 70-летию талантливого гомельского художника Анатолия Бирина. Он мастер пейзажного жанра, который также пишет портреты и натюрморты. Произведение Анатолия Бирина находится в музейных учреждениях и частных коллекциях Белоруссии и зарубежных стран. На выставке в Гомеле представлено 10 картин художника, разных периодов его творчества. Тем временем в белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей состоялся вечер русского романца. Гостьей музыкальной гостиной Татьяны Старченко стала солистка национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Наталья Акинина. Под ее чарующий богатый голос в сопровождении виртуозных фортепианных партий слушатели окунулись в мир тонкой лирики и душевности и насладились красотой русских романцев в камерном исполнении. А на сцене Мозырского городского дворца культуры состоялся юбилейный праздничный концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности детско-юношеского ансамбля народного и эстрадного танца и песни «Полесская зорочка». По традиции он вобрал в себя лучшие номера талантливого коллектива, а для некоторых участников сценическое действие и вовсе стало своеобразным выпускным балом. Творческий почерк «Полесской зорочки» легко различил в синхронном исполнении каждого танцевального движения. А те, кто близко знаком с коллективом, отмечают по-настоящему дружескую семейную атмосферу, которая, вероятно, и помогает юным звездочкам вырасти в больших артистов. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Гомельский областной драматический театр представит юным зрителям премьерный спектакль «Оранжевый ежик». Как и полагается настоящей сказке, в этой истории победит добро, а у забавного главного героя постановки появится много новых преданных друзей. Премьерный спектакль облдрамтеатр станет для детей своеобразным творческим подарком, приуроченным к началу летних школьных каникул. А тем временем во Дворце культуры Металлурга в Жлобине на следующей неделе состоится концертная программа «Имена на все времена» Владимир Высоцкий. В ней прозвучат самые любимые и популярные музыкальные композиции легендарного советского автора-исполнителя. С самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Врашилина и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова